Здравствуйте! Когда был я совсем маленький, я учился в школе и ходил в кино. В ту пору кино совсем не так выглядело, как сейчас. Редко-редко появлялись такие вот ударные, увлекательные фильмы. И вообще они появлялись так. Первая серия, потом через несколько недель вторая серия. Надо её ждать и смотреть. И вот был такой фильм очень завлекательный, ГДРовский фильм. Это году в 66-м было, 1900, «Тени над Нотр-Дам». Там был такой журналист, «Моя профессия риск», он говорил. Почти так же, как Фондор, персонаж Фантомаса говорил. Действие происходит в довоенной Франции, и мы знакомимся с деятельностью тамошнего тайного общества. Называется это тайное общество «Кагуляры». Кагуляры. Кагуляры. Так это от слова такой вот колпак, такой чёрный колпак, как у палача с одними прорезями для глаз. Вообще французская политическая культура, в том числе до наших дней, пестрит вот такими тайными обществами, в которые объединяются люди для того, чтобы делать политику. Была организация «Аксион Францезе», такая монархическая организация. Она говорила, не так мы живём. Надо всякую республику убрать, восстановить монархию Бурбонов. Это в конце 19 века она появилась. Ну, такая вялая была. В неё, кстати, Шарль де Гольф ходил. И вот Эжен де Леклен на базе этой организации создал новые вот эти вот «Кагуляры», «Капюшонники», да? Она такая террористическая организация, готовила переворот. Ну, что там рассуждаете вас? Мы будем переворот делать, склады с оружием. Ну, во время войны, естественно, стали они сотрудничать с нацизмом. Это очень неприятная черта у них, у этих террористов. Ну, кстати, самого Эжена Леклена нацисты убили. Видите, как у нацистов, у них было несколько спецслужб, которые друг с другом конкурировали, чтобы друг с другом не могли договориться. Значит, у Гитлера всегда на каждую, любую свою спецслужбу, была другая спецслужба, которая с ней враждовала. И они враждовали, вот он слишком с одной был связан, так другая спецслужба убила этого Эжена Леклера, Эжена де Клена, в 1944 году. Не дожил он до того, чтобы его осудило правосудие французское послевоенное. Не дожил. Но вот, между прочим, Франсуа Миттеран во время войны был членом этой организации. Так и да. И он сохранил всю свою жизнь, наверное, такую-то выучку тайного общества. Помните, такой был президент Франсуа Миттеран? Он тщательно скрывал свою рукавую смертельную болезнь, об этом никто не знал. Он тщательно скрывал тот факт, что у него было две семьи, в обоих семьях у него были дети. Все как положено, об этом мы только узнали после его смерти. И французы об этом только узнали. Вы знаете, как вот сумел человек быть на таком посту, прозрачно, все тебя интересуются, папарацци бегают. А у него, понимаешь, две семьи. Вот это я понимаю конспиратор. Да? Это вам вот, это вам не что-нибудь. А вот, кстати говоря, монархист бывший, Деголь, да, вот он, значит, в общем-то говоря, унаследовал каким-то образом идеи вот этого аксиом францез в движении такой голлисты, от слова Деголь, голлисты. Такие националисты французские, да? Vive la France! Да, Квебек французским должен быть. Он как-то приехал в Канаду. А там же франкофоны живут, франкоязычные канадцы. Какие-то такие очень резкие высказывания допустил, да, типа Квебек должен быть французским, да, представляете? Чужой президент приезжает, а вот эта область наша должна быть, да? Ну вот, вот резкий очень был, товарищ. До сих пор существуют во Франции такие тайные общества. Уже при Деголе разразилась война за независимость Алжира. Так вот, Деголь был за то, чтобы отдать этот Алжир алжирцам, эвакуировать оттуда французов, или как-то договориться. Ведь, собственно говоря, несколько веков Алжир был Францией. Общество возникло тайное. ОАС, это французская какая-то аббревиатура, это тайное общество. ОАСовцы, они взрывали мины, совершали теракты, воевали, бились, представляете? Вот внутри... Ну, сейчас за все их реабилитировали, признали, все, они помирились. Вот какая Франция, вот я понимаю, какая у них история интересная, не то что у нас. Удачи вам, всех благ, до свидания.